Прекращение движения по ближнему к морю мосту через реку Кудепста связано с необходимостью замены деформационных швов. Эти конструкции, предназначенные для компенсации колебаний пролетов, не менялись еще с советских времен и выработали свой ресурс. А значит, оказывают негативное влияние на подвеску автомобилей. Откладывать ремонт уже невозможно. Так что до конца ноября сочинцам и жителям курорта придется смириться с неудобствами. Сейчас транспорт перенаправлен по левому мосту, на котором организовано двустороннее движение. Такая схема будет работать с 19 сентября по 20 ноября. Временно правый мост откроют в период проведения инновационного форума. Это с 29 сентября по 2 октября. По окончанию ремонтных работ на одном мосту начнется обновление второго. И движение транспорта будет организовано по аналогичной схеме. На время проведения дорожных работ по правой стороне участка Сухумское шоссе будут установлены знаки, запрещающие остановку транспортных средств для исключения заторговой ситуации. Всего будет заменено 27 деформационных швов. Полностью два моста. Полностью все деформационные швы подлежат за ней. Для водителей есть альтернативный путь объезда через Кудепсту. Правда, пока асфальтовое полотно там не идеальное. Федеральные дорожники пообещали произвести там ямочный ремонт к концу следующей недели. Если по данному участку временная организация движений понятна и сроки проведения ремонтных работ не такие большие, то ремонт в Мацесинского тоннеля вызвал много вопросов. Пока он закрыт частично. В сторону Адлера транспорт движется по левой полосе. Но в ближайшее время движение автомобилей здесь будет запрещено. Причем это ограничение продлится до октября 2017 года. Мы не можем допустить того, чтобы тоннель был закрыт в курортный сезон. Нам нужно, чтобы он как максимум к 1 июня стал встроить. Мы будем выходить на министра транспорта Российской Федерации, на Соколова Максима Юрьевича, потому что нас это категорически не устраивает. Первый заместитель главы города выступил с предложением о пересмотре сроков сдачи объекта и минимизировании транспортных неудобств. Как заверили федеральные дорожники, работы будут выполняться круглосуточно. Время полного закрытия Мацесинского тоннеля пока точно неизвестно, но планируется оно в ближайшие дни. Потери в движении мы компенсируем организации новых направлений. Приходится переорганизовывать направления на противоположные в некоторых местах. Дублеры кожутного проспекта, кожа стоящих. Поэтому я думаю, что вот этот оптимальный вариант даст нам возможность распределить транспортные потоки наиболее оптимально. На земляничной транспортной развязке перейти движение в тоннель номер 2А короткий. Для этого придется демонтировать барьерное ограждение. Эта работа выполнится за один день. Согласно утвержденной временной схеме движения, на участке перед въездом водителей будут перенаправлять в объезд. Вправо по муниципальной дороге с последующим выездом на огражденный участок выделенной полосы курортного проспекта. И дальнейшим возвращением потока в район оздоровительного комплекса «Спутник». Госавтоинспекция оставляет за собой право внесения корректировок уже на этапе эксплуатации в части, если будут образовываться какие-то заторовые ситуации. Дополнительно госавтоинспекция будет осуществлять контроль за местами производства работ в части выставления технических средств организации дорожного движения. А вот что касается общественного транспорта, то он уже ходит по новой временной схеме. Автобусы под номерами 2 и 122 уходят на объездную дорогу и выходят обратно на курортный проспект в районе стадиона. Дорожники еще рассматривают возможность движения автобусов по привычной схеме в целях улучшения обслуживания пассажиров. Ремонт транспортных объектов на этом не закончится. Планируется также провести работы в одном из крупнейших тоннелей Европы, известном как Мацестинский. Его протяженность составляет около 3 километров. Необходимо также обновить мосты через реки Псахе и Соченко, эстакады и подпорные стены на улице Пластунская. Сроки начала работ пока согласуются. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, Алексей Давыдов и Демид Даниловский. Телекомпания ФКТ.